И теперь будем говорить о благословениях. Ну, я вам скажу, что благословения – это тоже молитвы. Это целая, большая такая группа молитв. И о благословениях много сказано в Торе, в Танахе, в Слове Божьем. Ну, например, в Торозаконе, 1 глава, 10-11 стих. «Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. И Господь Бог, Отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас». Видите, Господь что делает? Благословляет, да? Торозаконие, 1 глава, 10-11 стих. Торозаконие, 2 глава, 7 стих. Это как примеры. Много есть о благословении. «Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой и страшной пустыне этой. Вот сорок лет Господь Бог твой с тобою, и ты ни в чем не имел недостатка». Видите, с чем связывается благословение? Что Бог увеличит, размножит, да? И будет больше. Хорошего будет больше. А плохого что будет? Меньше. «И что Господь Бог благословит тебя во всяком деле рук твоих». То есть Господь благословляет нас, благословляет то, что нам дает, то, что мы делаем, благословляет Господь, да? И что Он сделает? Ты ни в чем не терпел недостатка. То есть, когда мы находимся в благословении, у нас ни в чем нет недостатка. Вы понимаете, некоторые говорят, ну, у меня нужно то-то, то-то, то-то. Я вам уже говорил, есть такой хороший принцип, да? Подумай хорошенько. То, что кажется тебе необходимым, на самом деле, да, не нужно. Вот пример такой. Знаменитая фирма «Сименс», немецкая, в конце XIX века открыла на Кавказе рудники для того, чтобы добывать медь. Ну, провода и так далее делать, да? И кавказцы, они как горные орлы. Гордый народ. И никто в шахту не пошел вкалывать. Тогда что они сделали? Они завезли, да, всякую бижутерию для женщин. И мужья пошли вкалывать шахту, чтобы покупать бижутерию для женщин. Ну, вы сами понимаете, что Бог делает нам, да, изобилие в том, что нам нужно. И не будет давать изобилие в том, что излишне или вредно нам. Поэтому, конечно, меру надо знать. И некоторые думают, что благословение – это вопрос только финансов или каких-то дел, связанных с физическими, да, с физическими какими-то благословениями. Вы знаете, есть такая интересная притча, которая тоже иллюстрирует о том, что надо искать больше Божьего, чем физическое. Вот был один праведник. Но праведники еврейские, они почему-то всегда бедные. Ну, так, вроде меня. Но я праведник среднего достатка, но ближе к бедности все-таки. И вот жена его, а жены праведников, как вы знаете, всегда пилят. Во всех притчах, да? И пилит она его, и пилит. Говорит, ну, ты такой вот праведник. Почему тебе Бог ничего не дает? И только она тебе это сказала, вдруг бац, и вот такой кусок золота. Ножка от стола. Ну, она такая радостная. Потом ложится спать и снится ей. Сидят праведники в царстве. Божьи, все праведники сидят за столами. И у столов четыре ножки. А у столов, в которые сидит эта жена и муж, сколько ножек? Три ножки, да? Так как вы будете? Хорошо сидеть в вечность на столе, у которого только три ножки. Потом она сказала утром, нет, говорит, мне это не надо, забери Господь обратно. И эта ножка опять полетела на небо. Вот такая притча, да? То есть, ты ни в чем не будешь иметь недостатка. И слово благословение употребляется в разных вариантах Библии 505 раз. 505 раз. И, как всегда, все началось с Авраама. Все благословения нашего народа, они пришли через Авраама, да? Через Авраама. Потому что, когда Авраам стал служить Господу, и Бог дал определенные ему обещания. Это бытие. 12 глава, 2-й, 3-й стих. Бог обещал, что Он произведет от Него великий народ. И второе обещание. Берешит, 22-й, 18. Он сделает Его семя источником благословения для других народов. В Гидбарху. Безараха. Коль Гаей. Коль Гаей. А Арыц. Да? А Арыц. Акев. Ашер. Шемот. Беколей. То есть, за Безараха. Семенем. Тут употреблено единственное число. Значит, не потомством. Как комментирует Раби Шауль, да? Знаете? Ра-шат. Раби Шауль Тарси. Слышали про такого еврейского музея? Его апостол Павел. Мы будем его называть по-еврейски. И он уточняет, что потомство означает единственное числе. Ишуа Мессия. Но и все мы потомки тоже, правда? И мы тоже наследуем благословение. И что? Должны благословлять. И это сказано даже в Новом Завете. Не проклинайте. Но вы благословляете. Почему? Потому что вы призваны наследовать благословение. Значит, благословение – это что-то особо важное. Что-то особо важное. И еще Бог третье дал обещание. Дать потомков Авраама через Исаака землю Израиля. Берешит, Петия 12, 7. И явился Бог Аврааму и сказал, потомство Твоему отдаю я эту страну. И построил там жертвенник Богу, который явился ему. И еще одна вещь, касающаяся благословения. Бог сказал, он благословит тех, кто благословляет евреев, да? Потомков Авраама. Кто благословляет Израиль и проклиняет злословящих. Даже здесь употреблено слово «аварящих плохое». «Аварящих плохое». Берешит 12, 1, 3. «И сказал Бог Аврааму, уходи из страны Твоей, отродни Твоей, и из дома Отца Твоего страну, которую я укажу Тебе. Я сделаю Тебя народом великом, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и Ты будешь благословением». «Ты будешь благословением» – это особенности иврита. Видите, это заповедь. Значит, благословляй. Вот я, например, в будущее время, поведительное наклонение, есть такая форма, которая происходит от будущего времени. Вот, например, я говорю, вы будете писать. Что это означает? Пишите, да? Ты будешь говорить. Что означает? Говори, да? И если Бог говорит, что ты будешь благословением, или ты будешь благословлять, это также заповедь – благословляй. То есть, мы можем видеть, что первая митсва, первая заповедь, которую дал Всевышний Авраам, какая? Благословляй. Благословляй. Да. Итак, мы должны уметь благословлять, делать это каждый день, и сами быть благословением для других. И Раби Кифа тоже, или Шимон, учит. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, сберено мудрые. Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И какое условие, чтобы наследовать благословение, что мы должны делать? Благословлять, да? Соблюдать заповеди, это само собой, но в данном контексте благословлять, да? Хорошо. Это 1 Петра, 3 глава, 8,9. Так. Значит, теперь это то, что вы должны записать, да? Обязательно записывайте. Благословлять других, значит, что значит благословлять других? Есть три, это три положения, три таких законов. Первое. Благословлять других, значит, освящать, освящать, то есть делать святым, совершенствовать с помощью произнесенных слов. Что-то несовершенно, мы его освящаем, благословляем, и что делаем? Совершенным. Да. Совершенствовать, освящать, совершенствовать с помощью произнесенных слов. Вы знаете, интересно, что даже структура воды меняется, вот говорят, святая вода, да? Вода – очень удивительное вещество, потому что, с одной стороны, это жидкость, с другой стороны, это кристалл. И кристаллы воды имеют различную структуру, они несут на себе информацию. И когда кристаллы воды вот под микроскопом выглядят, то произносится благословение, там другая совершенно форма кристаллов. А если произносится проклятие, тоже другие, как бы кристаллы разорваны, разломаны, и их структура нарушается. Это даже определено в физическом смысле. Да. То есть, первое – освещать, совершенствовать с помощью произнесенных слов. Второе значение – пожелать счастья, успеха. Ну, если я тебя благословляю, да? Я говорю, я тебя благословляю. А то что я тебе желаю? Счастья, успеха, всего хорошего. Да. Я желаю счастья вам, счастья в этом мире, в большом. И так далее. Значит, второе значение – пожелать счастья, успеха. И третье означает прославить. Прославить. Видите, мы редко, мы редко употребляем вот это понимание. Мы говорим, что больше благословляется меньше. Да? Это написано в евреях? А разве там написано, что только всегда так бывает? Нет. А люди на этом основании делают теорию, что только так бывает. То есть благословение располагается на три уровня. Да. Верхний, средний и нижний. Да? И кто-то из нас, вот это, допустим, мы, он кто-то выше нас, кто-то на таком уровне, как мы, и кто-то ниже нас. Да? Ну, допустим, это мой начальник. Это мой начальник. Да? Это мой товарищ по работе. А это, ну, мой сын или мальчик, который тут где-то бегает. Да? И, видите, если мы можем пожелать хорошего добра на таком уровне, да, мы можем пожелать добра и благословения, и мы уже не будем действовать со властью, то есть больше благословляет меньшего на этом уровне. Но мы можем и благословлять Господа. Правда? И это что означает? Прославить. Прославить его. Смотрите. Когда мы благословляем Господа, это даже говорится в молитве Отче наш. Да? Отче наш, сущий на небесах, да, как будет? Да? Славится имя Твое. Вот славится имя Твое, это означает, что будет имя Твое, что? Благословенное. Да? Благословенное и на небе, и на земле. Мы говорим, бархум, это данагамеварах. Благословите Господа благословенного. Ну, а разве Бог, который дает благословение, не настолько благословен, что можно еще к Нему что-то прибавить? Правда? Как вы думаете? Да? А теперь смотрите, как и на земле, как на небе. На небе имя Бога прославлено. И тут уже мы точно ничего не можем прибавить. Но прославится ли имя Бога на земле? И мы можем имя Бога прославить, благословляя Бога, и когда мы присоединяем к этому свое сердце, правда? И когда другие слышат наше благословение и говорят, что Аминь, имя Божье что? Прославляется. Где оно прославляется? На земле. Бог на небе, мы на земле. Но имя Божье на земле не везде прославлено, правда? А когда люди видят, что мы ругаемся матом, как мы себя, допустим, ведем плохо, как мы обманываем, то имя Бога прославляется или наоборот? Имя Бога хулится. То есть, мы сами можем быть благословением для других людей, благословением для кого-то низших, да, и можем быть благословением Господа на этой земле, потому что мы благословляем Господа и Господь через нас прославляется. Это отметие, да, вот три уровня благословения. Христиане недооценивают это. У евреев есть много благословений Господа, да, и это заповедь благословлять, благословлять людей и заповедь благословлять Господа. Нецезурная братья обязательно является проклятием. И тот, кто это говорит, и тот, кто это воспринимает, на кого это направлено. Итак, что делает благословение? Первое. Благословение изменяет обстоятельства. Видите, насколько это важно. Яков и Исау конкурировали из-за благословения. Мы будем, когда разбирать о благословении детей, будем говорить подробнее в этом, этот пример для нас. Итак, Яков и Исау конкурировали из-за благословения. Но, когда благословение получило, да, благословение, как и дары, оно что? Не приложено. Да, даже отец, и он понимал духовный смысл, он что? Он не мог отменить, не мог изменить это. То есть, если благословение или проклятие произнесены, то это уже все. Да? Значит, если обстоятельства изменены, уже невозможно что-либо переиграть. Евреям 12 глава, 17 стих. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, кто говорится, об Исауе, да? И не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Итак, первое, что делает благословение, изменяет обстоятельства, да? Второе благословение, изменяет человека. Благословляя человека, даже плохого, ты делаешь его лучше. Поэтому мы должны благословлять своих врагов и гонителей. Это нелогично, да? Это абсолютно нелогично по мирскому пониманию. И я еще раз говорю, я не благословляю, допустим, этих людей, да? В смысле, их дела, но я должен благословить их как существа, которые есть Божьи, да? И которые могут быть потом покаяться и стать Божьими детьми. Вот. Поэтому сказано Римлянам 12, глава 14, стих. Благословляйте, гоните и ваших, благословляйте, а не проклинайте. Я вам рассказываю, как я однажды там хулиганов благословлял. Знаете, это там меня от хулигана это толкать. Вот так вот, в общем, не знаю, шутку, или они что-то хорошее специально хотели напугать. А я, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь. Дед, ты че? Ты че, дед? Ты че, 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 и мы быстренько отвалили. А я с меня начал ругаться, да? Вот так. Итак, принципы благословения. Можете записать, я вам продиктую. Благослови дело, и оно благословит тебя. Да, принципы благословения. Благослови дело, и оно благословит тебя. Если проклянешь его, и оно проклянет тебя. Да, благослови дело, и оно благословит тебя. Благослови дело, и оно благословит тебя. Так. Если проклянешь его, и оно проклянет тебя. Если проклянешь его, и оно проклянет тебя. То есть, проклятие – это тоже благословение, да? Только со знаком минус. Но в некоторых местах слово проклятие обращается в некоторых словах благословения. Понятно. Понятно. Ну, видите, я так благословил тех людей, которые меня ограбили, чтобы вы покаялись в тюрьме. Ну, это нужно, потому что если человека не остановить, да, вы знаете, он может делать другие плохие дела, да. У меня были такие благословения, типа проклятия, помните, как я одному сказал? Я говорю, дал ему там деньги, вот он меня вымогал, я ему дал, я говорю, чтоб ты на эти деньги накупил много хороших, и главное, нужных тебе лекарств. Ну, вы сами понимаете, что такое благословение – это что? Проклятие, да? Итак. Если ты произнесешь проклятие на что-либо в жизни, то проклятие возвратится к тебе и принесет тебе урон. Да, первый принцип – это благословить дело, оно благословит тебя. Если проклянешь, оно прокляет тебя. Второй принцип – если ты произнесешь проклятие на что-либо в жизни, это проклятие возвратится к тебе и принесет тебе урон. Да. Третий принцип. Третий принцип. Если ты благословишь данную ситуацию, она лишается силы приносить тебе вред. Если ты благословишь данную ситуацию, она лишается силы приносить тебе вред. И если даже она будет причинять тебе скорбь временно, если ты благословишь данную ситуацию, она перестанет приносить тебе вред. И даже если она будет приносить тебе скорбь временно, эта скорбь изгладится, если ты искренне будешь благословлять. эта скорбь изгладится, если ты искренне будешь благословлять ее. Более того, она превратится в благословение для других или для другого положения. Видите, кажется, ситуация наша плохая, да? Но если мы благословляем ее, она даже может быть из плохой послужить благословением. Почему? Потому что все скорби, да, они могут послужить к чему? К нашему совершенствованию, правда? Когда мы их преодолеваем. И, значит, если ты будешь искренне благословлять ее, более того, она превратится в благословение для других или для другого положения. То есть, когда в другой раз попадешь в подобную ситуацию, ты уже будешь иметь не проклятие, а благословение. Значит, более того, она превратится в благословение для других или для другого положения. Хорошо. Кого мы должны благословлять? Здесь у меня пять пунктов, но вы можете еще пункты добавить, если захотите. Правда? Вот. Значит, первое. Детей. Да, муж, жену, жена, мужа, родители, друзей, учеников, учителей, гостей, хозяев дома. Да, первая такая целая группа. Да, ну, тех, кто вокруг нас, да? Детей, муж, жену благословлять, жена, мужа, дети, родители, друзей, учеников, учителей, гостей, хозяев дома. Второе. Врагов. Врагов, да? Да. Второе. Врагов. Третье. Обстоятельства жизни. Так. Все наши дела, которые мы делаем. Обстоятельства жизни и все наши дела, которые мы делаем. Даже если эти обстоятельства, как я вам говорил, они носят сейчас отрицательный характер. Правда? Четвертое. Господа. 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 Потому что у христиан не принято благословлять Господа. А в иудаизме благословение Господа – это очень важно, да? Благослови душа моя Господа. Хорошо. И пятое. Это что? Власти. Власти той страны, где мы живем, да? И в особенности, какую страну надо благословлять? А, Украину обязательно, да? Но Израиль особенно важно, да? Я могу и Казахстан благословить, да? И Украину, и так далее. Но когда мы благословляем Израиль, мы знаем, что это нечто особое. Правда? Итак, мы благословляем страну, в которой живем, правители, в которой мы живем, да? И Израиль. Это пятая группа. Но можно еще подумать. Если вы захотите, еще можно найти. Все можно благословлять. Правда? Все, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы знаем. За исключением, какого? Греха. Грех мы не должны благословлять. Правда? Сатану, дьявол, они не должны благословлять. А как еще живете? Животных, конечно, благословляйте. Благословляйте животных. Это нужно. А? Ну, помолитесь, что вы отказываетесь от всяких обещаний, от всяких вещей, которые вы сказали. Вот и все. Ну, сатаня, ваше благословение все равно не поможет. Правда? Хорошо. Значит, чтобы и как нужно эффективно благословлять. Когда мы благословляем, мы что-то как бы отдаем, да? Мы можем передать через это благословение власть свою. Если благословляет, допустим, пастор или лидер, или отец детей, да? Передает часть своей власти, часть своего помазания. Мы можем передать, да? Мы можем просто передать благословение, улыбку, да? От улыбки станет веселее, и слону, и крокодилу, и улитке. Кажется, так? Ну, вот. У крокодила особенно большая улыбка. Как улыбнется, так все благословятся, да? Правда? Но для того, чтобы благословить, надо что-то иметь, да? Потому что мы, если мы не имеем, как мы можем благословлять? Благословляя, мы что-то отдаем, да? Мы как бы это отдаем в рост, потому что нам это благословение еще придет больше. Если мы проклинаем, мы проклятие отдаем в рост. А проклятие придет нам еще с большими процентами, правда? Итак, для того, чтобы что-то отдавать, мы должны иметь. И поэтому, чтобы благословлять, мы должны иметь благословение. Но тут у меня хорошая новость. Вы знаете, что по определению мы все благословенные. Мы все благословенные, потому что находимся в Господе, да? И Он есть благословение наше. И Божье желание приблизить нас к себе и благословить нас. И когда мы живем в этом благословении, и мы можем давать тогда благословение другим людям. Вся 28 глава книги Дворим, помните, говорит о благословениях и проклятиях. И у нас есть абсолютно полно свободный выбор. Выбирать то или другое, да? Если мы будем слушаться голоса Бога и выполнять Его заповеди. Дворим второзаконие. Если мы слушаемся Господа, наша душа имеет покой, радость, смысл, вкус жизни. А всякий человек, удаляющийся от Бога, гибнет. Псалом 72, 27. Ибо вот удаляющиеся от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. Запишите, Псалом 72, 27, точка. Второзаконие 11 глава, 26, 27, 28. Раньше второзаконие 28 глава. Там вся глава о благословениях и проклятиях. Я сейчас не буду все его цитировать, правда? Псалом 72, 27. Второзаконие 11, 26 или 28. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если вы послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня. И пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Хорошо. Итак, от кого мы получаем благословение? Да? Прежде всего, мы получаем благословение от Бога. Правда? Да. И Бог Израиля хочет благословить каждого из нас. И Господь открывался нашим праотцам в Египте, чтобы избавить их от мучений и рабства, и вести их в землю, где течет молоко и мед. Вот, Иеремия 29, 11. Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. В Новом Зависе мы благословение имеем через кого? Через Ишуа Мессии. Он что сделал? Понес наше проклятие для того, чтобы мы получили благословение. Это очень выгодный для нас бартерный обмен. Как вы понимаете? Правда? Как говорится, махнем не глядя. И я очень рад этому. Так что, благословен наш Господь. И раби Шимон Кифа писал 2 Петра 1 глава 16 стиха. Ибо мы возвесили вам силу пришествия Господа нашего Ишуа Мессии, нехитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нему такой голос. Итак, видите, это благословение Ишуа принес нам. 2 Коринфянам 1.20 Все обетования Божьи в нем – да, и в нем – аминь. Славу Божию через нас. Колоссянам 1 глава 19 стих. Ибо благогодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Что такое полнота? Шалом. Шалом, да? Колоссянам 2.10. Вы имеете полноту в нем. Вы имеете полный шалом в нем, да? Который есть глава всякого начальства и власти. И когда мы имеем эту полноту, здесь не сказано, что где-то нужно какие-то усилия получать, чтобы ее, правда? Мы ее уже имеем. Мы уже имеем ее. Поэтому он пребывает в нас, а мы пребываем в нем. 2 Фессалоникийцам 1.12 Да, прославится имя Господа нашего Ишио Мессии вас, а вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Ишио Мессии. Теперь такая еврейская часть. Мы можем благословлять в любом ключе и по любому, и любыми словами, да? Но у евреев существует особая форма благословения. Называется браха. Браха справа на еврейте написано вверху. А множественная как брахот. Это молитвенная формула. Это определенная молитвенная формула. Браха – это определенная молитвенная формула, содержащая благословение Бога. Видите, как интересно. Когда мы произносим благословение над пищей, мы благословляем пищу? Мы благословляем Бога Который дал нам эту пищу А пища автоматически благословляется Правда? Вот о христианской традиции Господи, освяти Еще говорят, очисти и благослови Эту пищу Вы знаете, если говорить Очистить, мы можем только в тех случаях Когда мы заведомо едим Некошерную пищу или воду С болота какой-то, с жарами С лягушками, потому что у нас негде Уже воды достать, да? Вы понимаете? По идее, пища, которую мы едим Должна быть чистой и кошерной Да? Вот у одной моей знакомой Сейчас что-то все в больницы попадают Вот эта девочка, которая тропинно закапывает Попал тоже в больницу Тоже в тяжелом состоянии Пельмени она купила Один раз его купила в пельмени Ему очень понравилось, похорбила Потом она еще второй раз его купила И он уже в больнице И может там славить Господа Правда? Бывают такие случаи Но не всегда Надеяться всегда на это нельзя Если мы искушаем Господа Но в тех случаях, когда у нас Вы вынуждены это есть Вот тогда мы можем сказать Господи, освяти и очисти Да? Но обычно Если мы едим обычную пищу Мы благословляем Господа И все благословляется уже именем Божьим Божьим, правда? Все благословляется именем Божьим И благословение Бога Начинается формулой Барух Ата Да? Барух Ата Кто? Благословен ты Адонай Элогейну Мелих Галям Да? Сописывайте У вас это должна формула быть Начинается обращение Барух Ата Адонай Элогейну Мелих Галям Благословен ты Господь Бог Наш Царь Вселенной Вот Она для большинства благословений И является обязательной Бывает просто Более сокращенная формула Но все равно это Как бы заглавие Как письмо Мы кому пишем письмо, да? Дальше Вторая часть Она необязательная Она необязательная И говорится Только когда Произносятся определенные На выполнение определенных заповедей Ашер китшану бемитсватав Ве цивану Что переводится, да? Который осветил нас Своими заповедями, да? И заповедовал нам И третья часть Она уже касается Конкретно Какого-нибудь благословения, да? Вот я буду вам на тесте Давать Обязательно дам Вы будете разные благословения И вы не будете его переписывать полностью Написать А плюс Б плюс Г, например А плюс Б плюс Д, да? То есть третья часть Она зависит от того Какого благословения мы произносим Есть три вида благословений Это по маймониду Три вида благословений По маймониду Первое Биркот Га Негинин Да Брахап На иврите Бирка Это по-арамейски Поэтому Биркот Га Негинин Негинин Что значит Нежиться Получать удовольствие, да? Нега Есть такое выражение? Нежиться, да? Биркот Га Негинин Это арамейская Негинин А Негинин Как Ушпизин Биркот А Негинин Вторая группа Значит Когда мы получаем удовольствие Мы не говорим Что заповедовал нам Бог заповедовал нам Получать удовольствие? Ну Это нет Такой заповеди И получайте От всего удовольствие Чего бы вы не съели Есть такая заповедь? Нет Правда? От чего-то мы получаем удовольствие От чего-то нет И разные люди У них разные вкусы Но вкус и свет Товарища нету, да? Вот Кому-то лимон нравится Кому-то поросящий хрящик Понятное дело Следующее Биркот А Митсвот То есть Благословения Связаны с выполнением Какой-то определенной митсвы Ну тут Обычно У очень духовных Мессианских евреев Возникают проблемы Ну, например Заповедовал ли Бог Омывать руки? Или Зажигать свечи? Ну, как вы думаете? Значит Всем Израильтянам Нет Но он Заповедовал Это дело Священникам Да? И тут Вступает Интересный Такой принцип То, что мы Царственное Священство Да? Нам не нужно Мыть руки С целью того Чтобы осветиться И очиститься Особым каким-то Ритуальным Образом Вы понимаете? Об этом Иешуа говорил Да? Что так поступали Фарисеи Они требовали От всех Особой чистоты И святости Такой, какой Имеют Священники Но, в принципе Есть такая заповедь? Есть, да? Если мы Мы можем просто Не принимать Или принимать это Если мы Добровольно Принимаем На себя Такую мысль Что мы Царственное Священство То мы можем Сказать Что Бог Заповедовал Тем более Что мыть руки Полезно Например Вы знаете Что многие Тысячи Евреев Были Спасены Именно потому Что они Мыли руки Там где Миллионы Людей Умирали От чумы Из-за этого Даже евреев Иногда обвиняли Что они Разносят чуму Но евреи Не разносят чуму Я когда буду Говорить о кошерности Может быть Будем уже Говорить Когда о чистоте Семьи О кошерности То у евреев Есть особые Способы Допустим Коширование Посуды Вы купили Какую-то посуду Неизвестно Откуда Да Что вы должны С ней делать Да Прокипятить Там Если какая-то Говорят Глиняная Глиняная Посуда Если упала То на нечистота Надо разбить Но дело То что В те времена Другая Глиняная Посуда Была Знаете Только такая Глиняная Посуда Ну как Кирпич Вот такая Глиняная Как горшки Делают Да Но в такой Посуде Конечно Может нечистота Быть Или говорят Там печку Нужно разобрать Какую печку Вот этот тандыр Имеется ввиду Да Вот там Налепили На нее Что-то там Нечистое Она Нечистое Вот это Впиталось В эту печку Вот в чем дело Да Стеклянное Моется Обычно Проточной Водой То что Можно кипятиться Прокипятить Если что-то Такое Что не кипятится Можно прокалить То есть Просто реализовать Просто реализовать Если вы покупаете Какую-то одежду Вы же не знаете Кто ходил В этой одежде Да Вот Вы знаете Что одежду Можно проклясть Соколдовать И кому-то Передать Но если вы это Не знаете На вас Это не будет действовать Вот Но бывают Такие случаи Вот Или кто-то Вот такую Одежду С больного Человека Значит что Одежду Нужно постирать Выгладить И каким-то Обработать Вот Обувь Обработать Формалином Или какими-то Там Спиртами Да Уксусом И так далее Просто вложится Ватка Да С формалином С уксусом И Полите Леновый пакет Вы закрываете И оно Этим пропитывается Уксусная эксенция Запах И так далее То есть все что надо Обрабатывать Все что имеет отношение К телу человека И в рот попадает Должно быть чистым Это нормально Это нормально Когда говорится Об особой ритуальной Чистоте Нечистоте Тут уже вопрос Спорный Или зажигание Субботних свечей Есть заповеди Зажигания свечей Видите Да Всех вроде нет Но так как в храме Зажигали Субботу Светильники Мы произносим Ту же заповедь Которую Произносили Когены В храме Правда И так же Когда пищу Мы принимаем Значит Ишо Взял хлеб Да И что взял Благословил Да Приловил Благословил И что он Благословил Он благословил Господа Да Он не хлеб Он взял хлеб А благословил Господа Да Опять таки Мы не видим В Торе Прямую Заповеди Благословлять хлеб Но хлеб Это что было Это была часть Служения Священников Помните Ляком Апоним И хлеб Священники Что делали Перед тем Как съесть Благословили Господа Произносили Над ним Браху И мы так делаем Я считаю Это хорошо И правильно Но кто не хочет Делать Тот не делает Вот Я же говорю Не хотите Не делайте Думайте сами Иметь Или не иметь Да Вы понимаете Если у вас нет Собаки Ее не укусит Сосед И все еще Не будет драки Если у вас Чаще нет Да Хорошо Апсакам Спасибо за субтитры